Совместное производство киностудии ДЭФА ГДР Композитор Карл Хармс Тюксасс Фильм снимались Форд Шульцер, Барбара Брыльска, Кальмур Шрайбер, Фред Дель Мораль, Фред Людвиг и другие Форд Шульцер Форд Шульцер Режиссер Конрад Бадзак КОНЕЦ 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 Не стреляй, Форт Робинсон близко. Теперь уже нечего бояться. Все равно скоро все наши лошади погибнут. И мы тоже погибнем. Нам не выбраться отсюда. Скоро сюда придут снежные бури, а спрятаться от них некуда. И как мы будем добывать себе пищу? Сокол, до зимних пастбищ нам не добраться. Пойдем в форт бледнолицых. Разве ты забыл, что бледнолицые считают нас своими врагами? Они убьют нас или забрут в тюрьму. Что стало Сташунка Витка? Он тоже пошел в форт. Под защиту бледнолицых. И они убили его. Бледнолицые нас всюду преследуют. Вот уже четыре года они охотятся за нами, как за бешенными собаками. Если мы не хотим погибнуть, мы должны добраться до зимних пастбищ к вождю Красное Облако. И мясо твоего коня нам поможет. И мясо твоего коня нам поможет. И мясо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по-моему, и он, Блейк Скоро вместо скаковой лошади потребуется слон Видишь, Блейк, как их воспитывают в Вестпоинском училище Хоть он и молод, но краснокожим от него покоя нет Охочется за ними, как волк за овцами Капитан Весенс, я протестую против таких сравнений? О, к нам гость Добро пожаловать в Форт Робинсон Прошу вас, господа Разрешите представить Мистер Коллинз Харрингтон Совладелец фирмы Дженерал Майнинг Корпорейшн Ахама Небраска И генеральный представитель компании в Тэнглвуде По добыче золота и драгоценных металлов В районах прилегающих Блэкхиллз И притом не самый бедный в Тэнглвуде Но не богаче сама Блейка, господин Не богаче Блейка Почему такая скромность, мистер Харрингтон? Быть богаче Блейка довольно трудно Смею вас уверить, что деньги сами текут к ему в руки Скажешь тоже Опа, признайся, Блейк, что ты неплохо заработал за эти годы Твое здоровье, лавочник Твое здоровье, старый губак Ваше здоровье Подождем здесь до темноты И пока не взойдет луна, перейдем реку Нет, правда Здоровый, как черт Плечи в окон нет Но когда увидел нас с шерифом, бросился на утро Мы действительно рады вашему приезду Спасибо, Фрезер По сравнению с Тэнглвудом в Робинсоне Невероятное скучище Да-да, поверьте Был бы салон здесь Это в твоем-то возрасте К твоему сведению, Эллен вышла замуж Неужели, что ты говоришь? Ах, бедная девочка, от души ей сочувствую Ладно, шутки в сторону, Блейк Объясни, что тебя заставило тронуться в путь в такую погоду Ведь в это время года ты не занимаешься торговлей Что поделаешь Меня послали за мировым судьей его дочери Надо привезти их из Голала Ты их знаешь, помнишь, мисс Петри? Петри Немерсон? Петри Немерсон? Она выходит замуж Я вольщину, кто этот счастливчик Пет Петерсон Помнишь, он еще обнаружил золото у Шайнингстона Мы теряем прекраснейших женщин, господа Разрешите ваше стакане Послушай, Весельс Тебе опять должен прибыть груз в железнодорожной станции? Совершенно верно Под военные охраны и бесплатно Бесплатно это хорошо Не понимаю, зачем вам военная охрана, Блейк? Неужели на хило вы уже не можете положиться? Нет, он заботится, чтобы не заржавели ваши кости Уже четыре года, как кончилась война с индейцами, вам нечего делать А банда быстро валения Она несколько месяцев не давала нам кое Да, столько погибло людей Ну что ты, Летина? Горсть индейцев против солдат армии При таких бравых офицерах Нет, действительно, Блейк, они просто как черти Правда, у них произошло расколы Со многими мы разделались, но вождь ловкий змей со своими людьми все еще беспокоит нас А с ними одни неприятности, даже с пленными Они упрямые и дерзкие, эти краснокожие И откуда у них силы берутся? Их содержат в холодных сараях, почти не кормят И все равно не хотят остаться в этих краях И чего только с ними церемониться Мы, к сожалению, должны будем вернуть их в резервации в Оклахоме Как, зимой? Приказ есть приказ Могу вам предложить, господа, взглянуть на их вождей, хотите? Это было бы интересно Я знакомлю их с приказом, кстати Фредер Сар Приведите сюда вождей краснокожих Слушаюсь, сар Как вы считаете, Весельс? Почему индейцы не идут в резервации? Кто их знает почему? Наверное, предпочитают жить на земле своих предков И что думают в Вашингтоне? Из-за этих краснокожих целый эскадрон уже две недели мерзнет в прерии И никого это не беспокоит Вы собираетесь отправить индейцев в Оклахому? В такой холод? Это же смертный приговор Ну и что? Индейцы хорош только тогда, когда он мертв Индейцы не могут жить в цивилизованном мире Индейцы и прогресс Американская нация должна раз и на... Индейцы, сэр 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 Белый отец в Вашингтоне повелел нам вернуть вас в ваши резервации, из которых вы сбежали Передайте вашим людям приказ белого отца из Вашингтона И я надеюсь, что вы будете благоразумны Большой вождь бледнолицых, мы все хотим жить с вами в мире и дружбе Я говорил вам раньше и могу сейчас повторить Мы хотим остаться на земле своих отцов на севере Никогда мы не вернемся на чужой нам юг Все время эти разговоры о земле отцов, о родине на севере Родины для вас не существует, существует приказ Если вы добровольно не вернетесь, вас заставят И тогда уже пеняйте на себя Лучше мы все умрем, но не пойдем на юг Я не поведу своих братьев вместе с женами и детьми на голодную смерть в Ваших резервациях Я все сказал Не пойдете Это мы посмотрим Сержант, отвезти их назад Неделю не кормить и не давать воды Ах! 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 Аааа! Аааа! Сзади! Смотри! Сзади! Смотри! Аааа! 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 Аааа... Аааак... Смотри, вот они Здравствуйте, мисс Кэтрин Поберегите свои нежности до Тенгл-Уда Там один человек уже больше месяца ждет вашего приезда И я очень рад вас видеть Что в Тенгл-Уде? Приняли уже концессию у этого, как его? Блейк Да, у Блейка, там все в порядке? Тенгл-Уд отличается от городов на востоке Здесь намного сложнее Ну, разумеется, это непросто Но если вы сейчас прозеваете, то другие тут же опередят вас Оставьте Блейка Нет, нет, господин судья, разрешите оказать вам хоть маленькую услугу А Пэт разве не приедет? Он готовится к свадьбе Да весна ведь осталось не так уж много Время не ждет Знаю Но Блейк ведь тоже не дурак Он постарался с самого начала взять в свои руки скупку и продажу золота И, разумеется, застраховал свое предприятие К тому же, мировой судья и шериф его лучшие друзья Вы привезли подвенечное платье Шериф Шерифская звезда? Вот не думал От души поздравляю, шериф Помощник шерифа, только помощник Шериф Пэт Петерсон Неужели, Пэт? Это что, Пэт? Да, представьте себе Недавно вы получили должность мирового судьи А теперь получите шерифа в качестве зятя Владельцу Тенглвуда Принадлежит и Блек Хиллз Вам понятно? Кто бы мог подумать Что Сэм Блейк так разбогатеет Мой отец Станет мировым судьей, а мой жених шерифом? Никто Все это в ваших интересах Надо побыстрее покончить с этим торговцем Раз и навсегда Или он, или мы Интересы Дженерал Майнинг прежде всего Я понял Мой старший брат, левая рука, скажи Почему ты расстался с вождем быстрым оленем? Много лун вышли вместе по тропе войны против наших врагов Что же случилось? Мы решили, если разделимся на два небольших отряда Будет лучше Зима была уже близко Я со своими людьми пошел в соленую пустыню А быстрый олень отправился в Блек Хиллз Нам не надо было идти в соленую пустыню Когда мы подходили туда На нас напали белые волки Они многих убили, остальных взяли в плен Старший брат, ты сказал, что быстрый олень ушел На север в Блек Хиллз? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два дня назад тут прошли восемь бледнолицых Вперед! 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 Сидеть, люди! Сюда, как плячь! Ай, черт возьми! Ай, криво не хватало! А ну-ка, все сюда! Ну-ка, раз-два! Взяли! Ну-ка, раз-два! Ну-ка, раз-два! Ну-ка, раз-два! Ну-ка, раз-два! Вперед! 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 Ну и выкупались мы на славу Сегодня можешь не мыть шею А ты можешь не мыть ноги Ха-ха-ха-ха! Надо ж было такому случиться Какого черта я решил сам везти этот груз из форта Робинсон? Да, если бы его доставили прямо в Тенглуд То тогда нам не пришлось бы болтыхаться в воде Побыть столом Из-за этого половодия мы потеряли целый день И почему-то зимой выпадает так много снега И, Дэвид, ты скоро там управишься? Пора ехать! Тогда вперед! Вперед! Пошла! Хорошо, Слик, постараюсь Ну, недели через две Благодарю заранее, шериф Я к вашим услугам Вы можете рассчитывать на меня? До свидания Эй! Не торопитесь, Магреев Надеюсь, вы отправили мое письмо Мой телеграф сегодня закрыт В связи с особо торжественным днем Не буду же я из-за вашего письма задерживать шерифа Ваших свидетелей до сих пор еще нет шерифа Магреев 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 Эхими Магреев Все данные шерифе Эй, вы, осторожнее! Помощника шерифа связать. И только. ВЫСТРЕЛЫ Возь приказал взять его живым. ВЫСТРЕЛЫ 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 Стощите его с лошади, трусы! А попался слезать торгаш, проклятый собачь! Ну что, все в порядке? Как всегда, босс. Вот они, босс! Скорее! 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 КОНЕЦ 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 Краснокожие! Пусть молодые поцелуются! Конечно! Не стесняйтесь! Не стесняйтесь! Браво! Браво! А сейчас первый танец до ниха и невесты. Прошу вас. Музыка. Вашу руку, миссис Петерсон. Музыка. 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 Почему вы грустны, мистер Эммерсон? Вы что, недовольны выбором дочери? Ну что вы. Взгляните, какая чудесная пара. Да. Да, шерифу остается только позавидовать. Пара чудесная. Но меня сейчас другое беспокоит. Почему Блейк опаздывает на свадьбу? Ведь с тех пор как был ограблен последний транспорт, нельзя быть уверенным ни в чем. Хорошо если их задержал Паводок, но ведь на них могли напасть и индейцы. Ну, что вы, Эммерсон, во всем виноват поводок. Будем надеяться, что так. Поздравляю, чири. Иди у меня. Будь я не проклятый. Это ты разрезал веревку? Нет, я тоже был связан. Вот чертовщина. Кто же развязал нас? Что это? Они возвращаются. За фургон, быстро. Дэвид, я думал тебя тоже схватили. Где бандиты? Удрали. Блейк, вы ранены? Нет. Кто это? Не бойтесь. Это друзья. На них тоже напали бандиты и убили двух человек. Смотри, Питер. Ты узнаешь его? Это же Зоркий Сокол. Зоркий Сокол приветствует тебя, Сэм Блейк. Ты знаешь, кто напал на вас? Да, и клянусь им отомстить за убитых. Я уверен, оба нападения делал рук одной банды. Ты узнал их? Нет, они были в масках. Я сам разыщу бандитов. Потом обязательно найду тебя, Сэм Блейк. Там, друзья. Разрешите пригласить миссис Петерсон? Ну, я уже миссис Петерсон. Ну что, здесь потанцуют, только не забывай, что тебя ждёт муж. Субтитры сделал DimaTorzok Деви джентльмены, пожалуйста, приготовиться к следующему танцу. Прошу вас, прошу вас, прошу вас. Внимание начали! Каваеры выходят вперёд, дамы на месте, затем дамы вперёд, а каваеры на месте. Отходите друг к другу, грузитесь, только, пожалуйста, будьте внимательны, мы продолжаем. Продолжаем! Отлично! Отлично! А тебе, шоссе-хрос! Великолепно! Нельзя ли принести пиво свежего? Внимание! Продолжаем танец! Идём парами навстречу друг к другу. Сделяем партнёров. Отлично! Продолжаем! Пэп, почему ты не танцуешь? Ведь это же и твоя свадьба. Она права, Шриф. Свадьба и свадьба. Отбросьте все заботы. Прекратите веселье! Остановите музыку! Где шериф? Транспорт. Ограблен шериф. Ну, что вы скажете? Вот вам и свадьба. Настоящая свадьба шерифа. Вы тоже идите туда. Нас топали бандиты в масках, как и в прошлый раз. Украли деньги, предназначенные для оплаты рабочим. Твоих убили. Слава Богу, что Блейк и Хилл живы. А двое других? Долго это будет продолжаться, шериф. С бандитами надо покончить наконец раз и навсегда. И чем быстрее, тем лучше. Хилл, сколько было бандитов? Он не успел их сосчитать. Восемь, кажется. Может быть, нужна моя помощь, шериф? Благодарю вас, Харрингтон. Я воспользуюсь правами, предоставленными мне законами. Мне кажется, вам нужен второй помощник шерифа, мистер Петерсон. Энди Слик! Да, Энди Слик. Он парень толковый. Многие его знают. Разве он не предлагал вам свои услуги? Предлагал. Ну и что же вы решили? Леди и джентльмены, что скажете? Пусть Слик будет помощником шерифа. Ну, хорошо, я его приведу к присяге. А сейчас, граждане, веселье окончено, позаботьтесь о мертвых до завтра. Одну минуточку, шериф. Мои люди мне передали, что вчера не видели индейцев в районе верхнего рудника. Скорее всего, эта банда быстрого оленя начала орудовать. Они, наверное, и напали сегодня на транспорт. Ерунда! Мы их видели! Кого? Краснокожих. Их надо проучить как следует. А то были белые бандиты. Полица, вы их видели? Ате Слик, я сам во всем разберусь. Я выясню, кто преступники, и накажу их. А сейчас расходитесь. Я сам позабочусь о безопасности людей на своем руднике. При всем уважении к вам, я не верю, что вы можете защитить Тенгеловуд от индейцев. Как-то город уже был сожжен. Бэшен! Да? Завтра же вооружить людей с рудника. Слушаюсь. И пусть они охраняют город. Но эти вооруженные люди будут подчинены шерифу. Естественно, мистер Эммерсон. Только по моему приказу вооруженные люди могут прибыть в город. А, конечно, шериф, только по-вашему. Идемте. Учиняйте. 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 Почему ты пришел сюда искать убийцу? Здесь так много бледнолицых, мы не сможем его найти. Зоркий сокол найдет трусливого убийцу. Хитрая лиса пойдет со мной. Не делайте глупости, ребята! У нас ведь нет оружия! Мы лишь справимся с ними! Где вы прячете Бэшина? Скажите, пусть Бэшин выйдет сюда! Рабочие хотят... Бэшина, Бэшина сюда! Ну, что случилось? Что вы от меня хотите? Жалование! Ну, стой! Эй, Тони! Нас это не касается. Нам нет никакого дела, что у вас деньги воруют. Мы не верим в сказки про индейцев. Это все ваши выдумки. Мы требуем денег за свою работу. Отдайте наше жалование! Мы не уйдем без денег. Я в таком же положении. И мне не дали жалования. Мы, люди, охраняющие вас от индейцев, тоже не получили денег. Не верьте этому мерзавцу! А ну, повтори... Иди сюда, дорогой, оставь его. Друзья мои, так нельзя разговаривать. Что здесь случилось? Ты привез там деньги. Кто я? Мне еще жить не надоело. Только сумасшедшие возят деньги без охраны. Я привез виски и динамит. Бот сказал, что без этого вы не сможете работать. Забирайте товары, бездельники. Чего стоите? Вот видите, Харринг прислал нам виски. Этот скряга, Блейк, не хочет отпускать нам в кредит. Компания ни в чем не виновата. Блейк должен отвечать за пропажу денег. Деньги выкрали у него, а не у компании. Пусть Блейк и заплатит нам. Почему мы должны лишаться своих денег? Бесплатно нам ничего не дают. За все надо платить. Оп! А виски не так уж дешево. Тем более в салоне. Я прихвачу с собой парочку людей и от вашего имени потолкую с этим Блейком в Тэнгливуде. Красокошие бандиты! Ловите краснокожих! Ловите их! Они в палатке с генамитом! Стреляйте по палатке с генамитом! Город, не смотри! Девушки отдыхают. Проклятое племя краснокожих. А я уверен, это человек Харингтона. Оставьте в покое Харингтона. Поймите, у вас нет никаких улик против него. Он разделается со мной при первой возможности. Дэвид, ведь ты недавно посетил стоянку вождя Зоркова Сокова. Сколько людей у него и куда он ушел? Куда он ушел, не знаю, но он отомстит бешену за смерть своей жены и своего младшего брата. Вождю племени Дакота помощь не нужна. Хотя с ним только два человека, остальные мертвы. Ты тоже из племени Дакота? Да, меня зовут Ваконзика. Благодарю, Дэвид. Ты можешь идти. Индейцы племени Дакота храбрый и гордый народ. Если бы Бэшен действительно убил людей Зоркова Сокола, то я ему не завидую. Бэшен убил людей Сокола? Значит, Бэша полы на транспорт. Допустим, что это так, Пэт, но вряд ли ты сможешь это доказать. Ведь никто не поверит словам Метиса. Может быть, хотите охладить свои разгоряченные головы? Ты так занят, что совсем забываешь о своей жизни. Твой муж, Шериф. И пока в этой стране не воцарятся закон и порядок, ничего не поделаешь. Разве ты надеешься, Пэт, дожить до такого дня? Благодарю, мадам. Неужели вам Бэшен... Пирог. ...не рассказывал, что его изуродовала пуля Зоркова Сокола? Это произошло примерно года четыре назад. Он и его люди представляют серьезную опасность в округе. Все негодяи тянутся к нему, как к магниту. Когда он появляется в салуне, все приличные люди уходят домой. Ему все дозволено. Возможно, эти нападения преследуют какую-то цель, которая... нам неизвестна. Я только что вернулся, Шериф. С родника Ушаннингстоун. Но когда я приехал туда, там все было уже кончено. Кончено? Что было кончено? Ха, заварушка. Что там случилось? Говори же, в конце концов. На лагерь напали индейцы, господин Шериф. Индейцы? Не верю. Это предназначалось Бэшену. Значит, все-таки Бэшен. Да, Бэшен. Он чудом спасся. Индейцы взорвали постройки. Они, наверное, искали деньги, как при нападении на транспорт. Что делать, Шериф? Соблюдать порядок. Продолжение следует... Если пустрая олень еще в горах, то мы должны искать его здесь. Приветствую моего брата левую руку. Кого ты привел? Синий орел, брат мой. Левая рука приветствует тебя. Я привел друзей. Это смелые воины племени Дакота. Веди нас к викламам быстрого оленя. Мы ищем его с самой зимы. Смотри, нам гости пожаловали. Коляску! Смотри, смотри! Смылся куда-то. Идем. Ты счастливо отделался. Виски-то осталось цело. Следовательно, деньги за него ты выручишь. Пятнадцать. Твоя очередь. Страшно подумать, что творилось на руднике. Настоящее свето представление. И я же держал ящик с динамитом в руках. Хелло, Блейк. Хелло, Китти. Ты уже встала? Шестнадцать. Налей. Послушать бы музыку, Блейк. Советую быть начеку. Они там на руднике грозили взять себя за горло. Это кто же грозился? Осторожно, Блейк. Аккуратнее. 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 Мистер Блейк, мы хотели бы с вами поговорить. Я вас слушаю. Заранее извините меня, если я буду не очень-то вежлив с вами. Мои люди требуют решительных действий. Они возмущены. Мы, конечно, с вами сумели бы договориться. Да, увидите. В чем дело, Блейк? Что это значит, мистер Харрингтон? Это вас не касается, шериф. Я здесь хотел с ним выяснить одно дело. Нет, касается. Если вы хотите выяснять дела, в Тенгл будет с помощью вооруженных людей. Эти люди работают на руднике, уважаемый шериф. Они помогут решить нам один вопрос, который интересует только нас. Вы удивляете, что они вооружены? Но ведь это вполне естественно. Особенно сейчас, после нападения краснокожих. Неужели вы бы рискнули ехать без оружия? Разумеется, нет. Вы должны, Блейк, немедленно возместить нашей компании деньги, которые у вас, к сожалению, украли. Немедленно? Это невозможно. За безопасность груза несете вы ответственность. А транспорт было совершено нападение. Да, это так. И все-таки ответственность лежит на вас. Из-за этих индейцев люди и так взбудоражены. Если к тому же они не получат денег, я ничего не гарантирую. Мистер Харрингтон, это... это уже угроза оружия. Какие дела надо улаживать у мирового судьи, а не здесь, в Салуне. Немедленно прикажите своим людям оставить город. Прячьте оружие, Бешен! Иначе я сделаю из вас мертвеца. Вы нас неверно поняли, Петерсон. Мы вовсе не хотим насилия. А ну, убирайся отсюда! Послушайте, Блейк, ваши затруднения мне очень понятны. Я даю вам отсрочку. Привезите деньги из Агалала. А может быть, наш шериф найдет и украденные деньги. Индейцы далеко не могли уйти. Я даю вам две недели, Блейк. Надеюсь, вас это устроит. Подумайте, я банкрот! Банкрот! Я! Я, Сэм Блейк! Я в его руках. Значит, на очереди Тенглвуд. Все дело в том, что ты стоишь на его пути, а это его не устраивает. Поэтому Бешен нападает на твой транспорт, и ты же расплачиваешься. И зачем ты с Харингтоном связался? Кстати, деньги, украденные у тебя, он положит в свои карманы, это точно. Ловко он все организовал. Я не могу понять одного. Зачем тебе надо было связываться с доставкой денег? Как будто ты и так мало зарабатываешь. Все это правильно. Но я повторяю, нужны доказательства, что ограбление и убийство совершил Бешен. Послушай, Блейк, Дэвид говорил, что индейца одного бандита застрелили. А, вряд ли найдешь труп этого негодяя. Это была бы улика. Причем очень важная улика. Вот что, Питер, возьми Дэвида и попытайтесь найти труп. А я привезу для Блейка деньги из-за голова. Ты? Я думаю, вряд ли посмеют напасть на шерифа. Ты прав. За убийство шерифа полагается смерть. Вот именно. Считайте, что мы договорились. Но это рискованно. Впрочем, ты шериф, тебе виднее. Идея хорошая, мне нравится. А вдруг не сегодня, завтра Сокол убьет Бешена? Что тогда? Харингтон выходит сухим из воды, как миленький, и все преспокойно сваливает на Бешена. Черт возьми, ты прав. Этому надо помешать. Десять дней в нашем раскрешении. Помешать Соколу отомстить? Что ты еще придумаешь? Другого выхода у нас нет, Хилл. Питер, труп надо найти и разыщить из оркого Сокола. Вот еще что. Слика очень часто видит с людьми Бешена. Ему ни слова. Так, дорогу, Питер. Да и лучше береги себя. Я ценю ваше усердие, но оно мне дорого обходится, даже слишком. Я, конечно, не отказываюсь платить за ваши услуги, но только не в счет будущего. Понял. Хилл и Шериф еще не вернулись, и у меня куча дел. До свидания. Неприятный тип, зато преданный. Пока я плачу. Приходится платить за все, уважаемый шеф. Вернемся к делам, Бешен. Все, кажется, идет хорошо. Шериф отсутствует. Помощник шерифа тоже. К сожалению, мировой судья остался. Он нам не опасен. Надо убрать Петерсону. Это мое дело. Тенгеловуд больше не увидит своего шерифа. Этот мальчишка имел наглость мне угрожать. Ах, вот как. Ваши люди готовы? Они будут здесь по первому зову. А Блейк вас разве не интересует? Он ведь и судья. Могут позвать на помощь армию. До этого мы должны завладеть Тенгеловудом. И тогда власть будет в наших руках, Бешен. Вместо Петерсона шерифом станете вы. А это откроет перед нами колоссальные возможности. Могут позвать на помощь. Расскажите все быстро, Молень. Смотри за ними. Отойдите назад. Скоро все пути в горы будут свободны от снега. Покинем эти места и уйдем в прерии, пока бледнолицей снова не начали нас преследовать. Завтра мы выступаем. Мой брат, быстрый олень, заботится о своих сыновьях, как мудрый отец. Но я буду мстить бандитам за смерть своих людей. Я тебя понимаю. Но знай, что бы ни случилось, для тебя всегда найдется место у моего костра. А лучше останься жить у нас, брат мой. Музыка. 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 Дэвид, интересно, когда появится вождь этих гостеприимных людей? Спроси у него. Часовые индейцы никогда не разговаривают. Потерпите. Мне бы твои нервы. Мы теряем время, ты понимаешь? Да, понимаю, но придется подождать. Как по-твоему, сокол у них? Угу. У них, наверное. Бьют барабаны, они скоро тронутся в путь. Шериф, кажется, ей творче. Слава Богу. Да, я их знаю. Они правду сказали вам. Зачем я вам нужен? Вождь Зоркий Сокол, я хочу поговорить с тобой об убийце твоих людей. Трусливый убийца умрет. Не надо его убивать. Он нам нужен живой. Если ты его убьешь, тебя повесят. Я не боюсь. Послушай, вождь. Я знаю, что ты смелый. Но убийца не один. Постой, не уходи. Если ты его убьешь, расплачиваться будут все индейцы. Верно. Они все погибнут. Я не выдам твоих братьев. Но бандиты сами их найдут. Они хуже, чем солдаты. Ты это сам знаешь. Я обещаю, убийца будет повешен. Вот увидишь. Если убийца погибнет от руки индейца, твои братья живыми не покинут горы. Поедем с нами, вождь. Это лучшая защита для твоих братьев. Этот бледнолицый прав. Бандиты не должны помешать им покинуть горы. Мы обсудим твои слова. Левая рука отведет вас в свой веглам. Идите с ним. Интересно, долго будут совещаться? Идите с ним. Идите с ним. Разойдитесь, разойдитесь, говорю! Помогите, бешен. Мне одному здесь не справиться. Помогите же! Проваливайте, проваливайте отсюда, закройте дверь. Что вы здесь стоите? Ступайте, наведите порядок живо. А вы все наверх. Закрыть окна! Дети сейчас жидите в дом. Я хочу посмотреть! Нечего с ним выйду! Папа! Катерин, в чем дело Слик? Что здесь происходит? В городе возникли беспорядки, мировой судья. Слик попросил меня помощи, и я помог. Это беззаконие, и вы за него ответите. Отвечу. Они нас терроризируют, Эммерсон! К чему такие слова, Блейк? Умирайся отсюда, пока цел да поживее! И обеспечьте безопасность мировому судье. Смейте! Что вам нужно? Спустите! Постяк, придет в покой! Дерегите, разговаривайте! Отчетному вагону! Вот проклятое место! Опять поддиты! Стой! Стой! Деньги с Эммом Лейка. Мы из Тэнглобуда. Деньги с Эммом Лейка. Все в порядке. Пересчитайте. Я вам доверяю. Рекс Гровен. Этот человек из Банда Бешена. Поторопитесь, ребята. Нам нельзя терять время. Что случилось? Никак не можешь с ней справиться? У его кобылы строптивый нрав. На нее иногда находим. Вперед! Вперед, ребята! Вперед, ребята! Давай. Еще одну. Еще. Держи. Вот теперь хватит. Молодцы одно. Я... Ну что они? Это прибыл Рой. На дежурство в салон. Пора бы быть здесь. Почему они там с ними возятся? Как будто для них все это в первый раз. Действительно, ведь свинцу все равно. Он пробивает головы даже шерифов. Подержи язык, Джим. Ты слишком много болтаешь. Как бы не пришлось потом раскаяться. Пошутить нельзя. О, наша очаровательная хозяйка. Эй, одну минуточку. Мадам, вам выходить нельзя. Я иду за продуктами. Не умирать же мне, в конце концов, с голоду. Да и вашим друзьям уже нечего пить. Она права. Мы уже все выпили. Не веришь? Смотри. Обе пусты. Иди принеси нам виски, красавица. У нас жажда замучила. Пропусти ее, пусть идет. Вряд ли нам еще раз выпадет счастье воспользоваться услугами жены шерифа. Ну что ж. Ну да. Что же вы стоите? Идите в салон. И побыстрее. О, боже. Вы бы не могли Билла Майерса попросить. Я не хочу входить туда. Там много мужчин. Хорошо, мисс. Будет сделано. Я к вашим услугам, мисс. Благодарю. Эй, Майерс! Майерс! Ты что, огонь, что ли? Тебя там страшно. Преклятая тварь! Становись! Разве в женщину можно стрелять? Тем более в жену шерифа. Жена шерифа. Ха! Ну что ж. Вдов обижать нельзя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Будь ты проклята. Быстро в горы. Какого черта вы остановились, миссельники? Скочите за ними в погоню. Ну, быстро. Они достигают нас. Прикольте гонять! Вперёд, за мной! Вперёд, за мной! КОНЕЦ КОНЕЦ Осторожно! Не уйдешь! Дьявол! Оставь его! Лошадь, правда, жалко. А так, пожалуй, мы и дёшево отделались. Не думаю, чтоб этим кончилось. Боюсь, что так. А бешено разве не было с ними? Он был да убрался вовремя. Ждёт нас, наверное, в Тенглову. Ага. Садись сзади. Я с джеком седу. Ну иди. Пусть бледнолицый возьмёт этого коня. Спасибо, сокол! Скорей, со мной! Стой! Идите, майорс. Слушаюсь. Сорвалось, босс. Мы почти его поймали. Но тут подоспел этот помощник шерифа, коротышка Хилл. С отрядом индейцев. Индейцев? Да. У нас есть потери? Возможно. Что значит возможно? Я не стоял бы здесь, если бы знал точно. Подойди ко мне. Приведи сюда Блейка и мирового судью. Окей. И вот что, люди должны быть начеку. Стрелять только по моему приказу. Ясно. Да, слушай, бессон. Ясно. Ясно. Ну, ну, вот. Люди бэшные захватили город. Час от часу не легче. Они хотят тебя убить. Я не позволю себя шантажировать, Харрингтон. Не забывайте, в каком положении вы находитесь, Блейк. Стаканчик бренди хотите? Благодарю. Шантажировать. Не люблю, когда в деловом разговоре употребляю такие выражения. Это вымогательство, а не деловой разговор. Полно, Блейк. Вы преувеличиваете. Я просто реально смотрю на вещи, и вам советую то же самое сделать. Кстати, Петерсон с деньгами скоро будет здесь. С моими деньгами, Блейк. Но вам от этого не станет легче, нет? Вы слишком много потеряли. И кроме того, еще мне должны. Вы на краю гибели. Сдавайтесь. А если шериф найдет украденные деньги? Вы полагаете, что он долго пробудет шерифом в Тенделвуде? Вы хотите... Я ничего не хочу. Молодой человек получит урок. Зачем он стал на пути у меня и у Дженера Майнинг? Будьте благоразумны и не упрямьтесь. Иначе потеряете все. Один, Блейк, один вы против меня бессильны. Точно так же, как ваш друг, шериф Петерсон. Петерсон. Субтитры сделал DimaTorzok Скорее за дом Не с места, Петерсон Буду стрелять Спокойно Простите оружие Слик останется здесь, остальных за решетку А ну, шевелись Индейцев, хватит, болтать, уберите Это вам даром не пройдет За все отвечу Об этом не можешь подумать за решеткой Пет Все в порядке, Кэтрин А ты, негодяй Скажи своему боссу Пустеные его люди убираются Из Тенгалвуда, если хотят остаться в живых Зачем ты его отпускаешь? Я не хочу кровопролития Убирайся Черт побери Надо было еще на улице прикончить их Чтобы дать повод мировому суде Обратиться за помощью к войскам Нет, действовать следует иначе Мы не могли с ними справиться Их было семеро А не трое Ничего нельзя поручить вам Ты сам шарифа проворонил Все вы хороши Помощнички называются Господин судья Вы знаете, что произошло? Бэшен со своими людьми поехал навстречу шерифу Чтобы охранять ваши деньги, Блейк, и самого шерифа Но индейцы помешали им добраться до шерифа Они напали на них и в перестрелке убили несколько человек А теперь шериф защищает вождя краснокожих И я потребую привлечь его к ответу Нам не нужен шериф, защитник индейцев Вы меня поняли? Шериф прав Он, и только он отвечает за то, что происходит в Тэнглвуде Тогда мы сами разделаемся с краснокожими Я этого не допущу Это беззаконие Точно так же, как и все, что здесь происходит Эммерсон, подумайте о Кэффе Оставьте меня, Блейк Вы, по-видимому, вступили в союз Дженерал Майнинг Это ваше дело Но мой долг покончить с беззаконием, которое происходит в Тэнглвуде Какие умные слова Ну, пока попридержи их Когда надо будет, спросим Я рассчитываю на ваше слово, Блейк У меня нет другого выхода Они идут, шериф? Ты уходи отсюда, Кэффе Нет Шериф, Петерсон Выходите, мы хотим с вами поговорить Иди, шериф Я буду наготове Спасибо, друг Шлик, я к вашим услугам Что вы хотите от меня? Выслушайте нас, шериф Индейцы убили наших людей Мы требуем выдачи краснокожих Индейцы помогли нам разделаться с бандой Они находятся под моей защитой Если вы хотите, чтобы вам Разрешили спокойно покинуть город То выдайте свои главарей Бешен должен быть осужден За грабежи За бандитизм и убийство Кто будет еще Помогать бандитам Того тоже ждет виселица Как и Бешена Попробуй сначала взять меня, Болтун Что это за шериф? Он защищает краснокожих И разрешает им клеветать На честных людей страны Ты сам будешь висеть на виселице Рядом с краснокожими Ты лучше выдай нам их, Петерсон Уверите оружие, Бешен Давай еще патроны, Дэвид, скорее Проверь, свободен ли другой выход Пусть МакГрей по телеграфу попросит помощь Он не сможет это сделать А там бандиты Если бандиты натравят на идейца Фейс Кангулут То мы пропали, Пет Надо придумать что-то Главное выветь бандитов из города Вам будет лучше, если мы уйдем Сейчас вам нельзя уходить Когда мы разделаемся с бандитами Вы сможете остаться у нас жить Можешь мне поверить Я тебя не обману Я тебе верю Но у вас жить никогда не буду Осторожно, Пет Блик с ними Пет, это ты велел уйти индейцам? Нет Они с ума сошли Мне догнать их Бет, ты слышишь меня? Да иди, Дэвид, ты поможешь им Что тебе нужно? Мы не хотим, чтобы и дальше проливалась кровь Надо прекратить эту стрельбу Я договорился с Харингтоном Советую тебе последовать моему примеру Слышал, что он сказал? Я бы дорого заплатил, чтобы узнать Во сколько это обошлось Харингтону Не выдержал Сэм Блейк и тот не выдержал Спасибо, Пет Посмотрим, что у тебя выйдет с Харингтоном Слушай, Пет Не упорствуй Получил свои деньги, убирайся Дэшен, я тебя жду Я здесь, Петерсон Что ты хочешь? Я приказываю Бешен сдать оружие Сначала выдай краснокожих, Петерсон Командовать будешь, когда перейдешь на нашу сторону Как Сэм Блейк Так где же краснокожих? Где Сокол? Я с ним еще не рассчитался Вот за это! Давай сюда его Индейцев здесь больше нет А второй улизнул, черт бы его побрал Идем, а то не увидим, как другого будут вешать Катур Пытаюсь Пытаюсь Верно Пытаюсь Верно Верно Люди! Надо повесить этого негодяя! Я знаю его! Это он в прошлый раз вместе с другими поджог Дейкл был! Повесить! Смерть негодяю! Смерть! Повесить! Остановите их, Харьков! Это же беззаконно! Слышите? Лучше... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Готово! Дед! Я не допущу вас! Упишу этого убийства! Что ты хочешь делать? Они тебя убьют! Шериф! Не надо! Шериф, мы требуем закончиться, наконец! Чтобы перестали столько мощей к тебе петь! Сюда движутся отряды! Они в десятилетях отсюда! Слышали? Нам работа предстоит! Эй, люди! Кончайте скорей с ним! Я бы не советовал! Мы все равно его сомневаемся! Дай ему еще! Тебя повесят, бешен! Тебя повесят, бешен! У вас тоже Харингтон! А ну, проваливай отсюда, пока цел! Аккуратте дом и снимите его с крыши! Ааа! Аааа! Ааа!!! Аааа! С джавол, с другой стороны заходите! У него патроны кончились, хватайте этого негодяя! Спокойно не стреляйте! А этот краснокожий мой! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Жаль, что мы не повесили его Я ничего не мог сделать И ничего не смогу сделать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok